Финансы для нефинансистов Финансы для нефинансистов Что? Есть те, которые владеют бизнесом. Меньше рук, ну ладно. Есть те, которые в любом случае просто откуда-то получают деньги. Не работают по найму и не являются владельцами бизнеса. О, вот эта категория лица интереснее. Надо будет познакомиться после семинара подробнее. Но, тем не менее, я еще не встретила ни одного человека, который не поднял руку. Если человеку приходят деньги, это есть финансы. Человек, скорее всего, когда он получает финансы, он с ними что-то делает. Ну, самое простое пойти что-то на них купить. Чуть сложное, куда-то их вложить, взять кредит, его выплачивать и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, среди нас нет не финансистов. Среди нас нет людей, которые никак не сталкиваются с финансами. Поэтому название сегодняшнего семинара это скорее, ну, может быть, аллегория, потому что среди нас не финансистов просто нет. Поэтому у нас, можно сказать, сегодня семинар о несуществующих лицах. Чтобы его сделать более-менее все-таки к вам подходящим, то мы договорились сегодня, что речь пойдет о тех, кто не связан так или иначе напрямую с корпоративными финансами. Хотя это тоже, в принципе, сложно, потому что если вы получаете зарплату или если вы владеете бизнесом, то вы все равно с ними связаны. Поэтому давайте тогда договоримся так. Сегодня у нас будет просто семинар про финансы. А уж финансисты вы или не финансисты, от этого сущность финансов никак не изменяется. Зовут меня Наталья Смирнова. Если у вас будут возникать какие-то вопросы в ходе нашего семинара, то вы можете просто поднимать руку. Я с удовольствием послушаю ваш вопрос, на него отвечу. Если вопрос будет очень требовать длинного ответа, то я отвечу кратко и оставлю более детальный ответ на конец семинара, то есть где-то на без чего-то 9. Я предлагаю, что мы сегодня работали без перерыва, потому что, что называется, есть такое замечательное правило. Раньше сядешь, раньше уйдешь. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу и после 9 часов. Но если кому-то нужно будет уйти раньше, всегда welcome. Не в смысле, что просто я вас не задерживаю. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь, у меня есть своя собственная консалтинговая компания, которая занимается консалтингом, как следует из названия, в области финансов, как личных, так и корпоративных. Поэтому сегодня я больше буду рассказывать про корпоративные финансы, но некоторые части того, о чем мы сегодня поговорим, будет касаться и личных финансов тоже. Основная часть сегодня скорее не прочесть вам лекцию а-ля финансовый менеджмент, второй курс, первый семестр, или второй, или когда там это проходит. А скорее просто немножечко сделать такой обзор, обзорную скурсию в сфере финансов. И если вас что-то из этой обзорной скурсии заинтересует, то вы уже будете знать, что вбить в поисковике, чтобы ознакомиться с этим подробнее и детальнее. И посмотреть более детально семинары или какие-то иные источники информации по этой теме. Итак. С чего начинается родина? То есть с чего начинаются финансовые, личные финансы, с чего начинаются корпоративные финансы, с чего начинаются вообще финансы? Финансы начинаются с отчетности, потому что если нет никакой отчетности, то как мы поймем, собственно, что у нас происходит? В отношении компании, что у нас является финансовой отчетностью компании? Что у нас финансовой отчетностью компании является? Бухгалтерский баланс. Если компания, с которой вы работаете, либо по собственной воле, по собственному желанию, либо же по законодательному установленному требованию, должна проходить аудит. Вот те пять, собственно, составляющих финансовой отчетности, которые у компании должны быть. Ну, минимум четыре, а максимум пять. Соответственно, с чего у нас начинается изучение финансовой отчетности? В принципе, с того, что мы должны посмотреть, из чего она состоит, то есть какова ее структура. Сразу скажу, что сегодня у нас такая лайт-версия, поэтому совсем постатейно я не буду рассказывать, из чего состоит наш бухгалтерский баланс отчетов, прибылях и убытках. Сегодня главное, скажем так, рассмотреть его самые основные части, потому что именно на этих частях мы и будем дальше строить наш финансовый анализ, наше движение по корпоративным финансам. Итак, из чего состоит бухгалтерский баланс? Из двух частей это активы и пассивы. И что самое важное, одно должно равняться другому, другого не дано. Если не сходится, то, в общем-то, приходится бухгалтерам достаточно много времени следить за тем, чтобы все-таки это все сошлось. Итак, актив у нас состоит из внеоборотных активов и оборотных активов. Оборотные активы, когда мы будем переходить к финансовым коэффициентам, очень часто называются текущими активами. Поэтому, если я буду говорить текущие активы, это равно оборотным активам, чтобы просто не возникала путаница. Итак, что есть такое внеоборотные активы? Ну, если они внеоборотные, то есть не текущие, то, наверное, это что-то такое капитальное. Соответственно, внеоборотные активы туда у нас относится все то, что является достаточно капитальным для компании. То есть это какие-то нематериальные активы. Например, у вашей компании куча лицензионного софта. Или у вашей компании есть какие-то патенты. Или у вашей компании есть какие-то зарегистрированные товарные знаки. Например, это все будет относиться сюда. Очень редко я встречал в своей практике компании, где эта составляющая бухгалтерского баланса достаточно крупная. Наверное, это отчасти связано с тем, что у нас не сильно развито законодательство, которое регулирует, в общем-то, работу с нематериальными активами. Поэтому более, скажем так, ярким представителем внеоборотных активов являются основные средства. Что есть такое основные средства? Основные средства – это офис, помещение, где мы, например, сейчас находимся, склад. То, что принадлежит компании. Это может быть какое-то производственное помещение, это может быть деловой центр, но это то, что компании принадлежит. Не то, что она снимает, а именно то, что компании принадлежит. Не ее собственникам, опять же, а именно компании. Это самые основные варианты внеоборотных активов. Что относится к оборотным активам? Ну, соответственно, что-то не совсем такое капитальное. Что к ним относится? К ним относится дебиторская задолженность. То есть это когда какие-то компании или какие-то физические лица должны вам, как компании. Сюда же относятся материальные запасы. Ну, условно говоря, вы производите какую-то продукцию, вам нужны материалы, вот материалы относятся к оборотным активам. Сюда же относятся какие-то краткосрочные финансовые вложения. Ну, например, ваша компания приобрела какие-то очень-очень коротенькие облигации, например. Или открыла какой-нибудь очень коротенький депозит. Это относится к краткосрочным финансовым вложениям. Что такое краткосрочное? До одного года. И что еще является ярким представителем текущих активов? Это денежные средства. Ну, то есть то, что есть на расчетном счете в вашей компании. Вот четыре составляющих текущих активов. То есть материальные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. С этим мы будем работать, когда мы будем говорить о финансовых коэффициентах. Собственно, актив на этом заканчивается. Всего лишь два раздела. Актив — это то, что у нас, у нашей компании есть. Но когда у нашей компании что-то есть, мы должны ответить также на какие деньги это все было куплено. На этот вопрос у нас отвечает пассив. Откуда взялись эти деньги? То есть пассив отвечает на вопрос, каковы источники всего того благосостояния, которое у нас отражено в активе. Поэтому это должно быть равно. Ну, иначе как-то не совсем сойдется, как это так, вы потратили больше, чем вы владеете. Ну, это будет немножечко странно. Из чего состоит пассив? Три части. Первое — это капитал и резервы. Но чаще всего, давайте с вами договоримся, что раздел номер три мы будем называть «собственный капитал». «Собственный капитал» из названия понятно, что «собственный капитал» — это то, что вот те, кто эту компанию создал, в нее внесли. Это уставный капитал, это резервный капитал, это нераспределенная прибыль. Это то, чем компания владеет сама. То есть она никому не должна за это. Это то, что учредители в нее внесли, то, что акционеры в нее внесли. Но вот этот капитал не был создан за счет каких-то займов и кредитов. То есть третий раздел — «собственный капитал». Четвертый раздел — «долгосрочные обязательства», ну или «долгосрочный заемный капитал». Это когда мы, наша компания взяла взаймы на срок больше, чем один год. Это может быть какие-то займы у физических лиц, это могут быть какие-то займы у юридических лиц, это может быть кредит в банке на срок больше, чем на год. Принципиально, что это все займы сроком больше, чем на один год. Только тогда они будут относиться к долгосрочным. Ну и последний, пятый раздел — «краткосрочные обязательства, а ниже текущие пассивы» — это, что у нас остается, заемные средства сроком до одного года. Один год и меньше. То есть это если вашей компанией кому-то должна, это кредиторская задолженность. Это если ваша компания взяла какой-то коротенький кредит. Например, там у вас небольшой овердрафт по вашему счету образовался, и вы планируете его быстренько вернуть в течение месяца-двух. Это все сюда. Это коротенькая задолженность. И мы ее будем называть «текущие пассивы». Итого, внеоборотные активы, текущие активы, собственный капитал, долгосрочный заемный капитал и текущие пассивы. Все. Пять разделов существует в нашем бухгалтерском балансе. И в этом достаточно тяжело запутаться. Если вам когда-либо будут говорить, что «а ты проанализируй, пожалуйста, форму 1». Форма 1 — это бухгалтерский баланс. Поэтому форма 1 и бухгалтерский баланс, или бюджет по балансовому листу, в принципе, можно считать это синонимами. Форма 1 и бухгалтерский баланс. Но если есть форма 1, то, соответственно, наверняка должна быть где-то форма 2. Что у нас относится к форме 2? К форме 2 у нас относятся отчеты о прибылях и убытках. В чем принципиальнейшая разница бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках? Объясню. Бухгалтерский баланс — это, скажем так, фотография вашей компании на конкретную дату. Если вы посмотрите любой абсолютно бухгалтерский баланс, он на определенную дату. И там есть показатели активов и пассивов на первое число такого-то месяца и на первое число такого-то месяца. Все. Потому что, условно говоря, и стоимость ваших активов меняется со временем, и размеры обязательств меняются со временем, и дебиторг со временем меняется. Поэтому актив и пассив в балансе — это на дату. Вот все, дата. Отчет о прибылях и убытках — это период. Потому что, ну, мне сложно представить себе, как можно себе составить такой отчет о прибылях и убытках на один день. Вот за сегодня у нас какая прибыль? Ну, смысл такого. Наверное, не очень большой. Поэтому отчет о прибылях и убытках — это за период. А не на начало и там, наконец-то, за период. Итак, что у нас туда входит? Отчет о прибылях и убытках, в отличие от баланса, где есть актив и пассив, там у нас нет активов и пассивов. Там у нас идет примерно, я бы сказала, что это как уравнение. Мы идем сверху вниз и постепенно вычитаем из того, что сверху, то, что снизу, пока не дойдем до самого-самого конца. Начинается отчет о прибылях и убытках с выручки. То есть, грубо говоря, сколько наша компания и того заработала. Потом из нее мы вычитаем себестоимость нашей продукции и получаем так называемую валовую прибыль. Дальше мы вычитаем все коммерческие и управленческие расходы и получаем прибыль-убыток от продаж. Часто ее называют операционной прибылью. Дальше мы вычитаем все прочие, все-все-все-все-все расходы, все-все-все проценты к уплате, вообще все, что у нас еще осталось, вычесть или прибавить. И мы получаем финальную прибыль, ну или убыток до налогообложения. Если у нас есть прибыль до налогообложения, то у нас будут налоги, и дальше мы получим чистую прибыль. Если у нас будут убытки, налогов с убытков у нас пока не ввели, поэтому у нас, в общем-то, налогов не будет. Хотя, если вы очень часто подаете убыточную отчетность, налоговая может заинтересоваться, какой смысл в том, чем вы занимаетесь. Если вы, конечно, не занимаетесь благотворительностью. Соответственно, нам, что нам будет интересно? Нам будет интересно вот эта прибыль. Нам будет интересно вот эта прибыль, чистая. И нам будет интересно, пожалуй, что выручка. То есть мы будем смотреть на выручку, на операционную прибыль и на чистую прибыль. Когда мы сегодня с вами более детально подойдем к коэффициентам, как мы будем оценивать финансовое состояние нашей компании. Сразу могу сказать, какова у вас может быть мотивация залезть в отчетность компании, вот этим всем заниматься. Много мотиваций. Первое. Вы можете получить предложение войти в долю конкретной компании. Как вы сможете войти в долю этой компании, если вы не будете знать, в каком состоянии она находится. Первое. Второе. Вы захотели стать акционером. Вы захотели купить акции Сбербанка, Лукойла, Газпрома, без разницы. Как вы сможете купить акцию компании, о финансовом состоянии которой вы не имеете никакого представления? Не совсем правильно. Если вы являетесь владельцем бизнеса, то ориентируясь на вашу официальную отчетность, вы сможете принимать определенные программические решения. И принимать решения либо о том, чтобы взять денег займы, либо о том, чтобы наоборот поменьше давать займы, либо о том, чтобы наконец перестать давать отсрочки вашим тем товарищам-дебиторам, которые ничего не платят. То есть, грубо говоря, вы сможете лучше управлять вашей компанией. Ну а если вы еще просто наемный сотрудник и только подумаете о том, чтобы завести свой собственный бизнес, вы сможете просто в интернете нарыть отчетность по разным видам деятельности, которые вам импонируют, проанализировать их финансовое состояние и попробовать выявить, какими трудностями компании в той сфере, которая вам интересна, обычно сталкиваются, и попробуйте их избежать, если получится. Итак, как мы работаем с финансовой отчетностью? Очень простой алгоритм. Первое. Если компания проходит аудит, то тогда первое, на что мы смотрим, на заключение аудитора. Аудитор говорит, насколько корректна, насколько достоверна финансовая отчетность. Если аудиторское заключение говорит о том, что отчетность абсолютная, то, что не надо, не имеет смысл смотреть то, что дальше. Если аудиторское заключение положительное, то тогда имеет смысл продолжать наши дальнейшие шаги. Если аудиторского заключения нет, переходим к пункту 2. Что у нас вторым пунктом идет? Вторым пунктом у нас идет ознакомление с учетной политикой компании. Потому что, ну, конечно, бухгалтерский учет, это вещь достаточно такая точная, но все равно те или иные вещи можно по-разному, скажем так, препарировать и по-разному отразить в балансе. Поэтому имеет смысл посмотреть, как бухгалтер отражает те или иные вещи в отчетности, чтобы, ну, грубо говоря, знали, что содержится в тех или иных статьях, почему они именно такие. Честно говоря, обычная управленческая отчетность и учетная политика — это полторы-две странички, но бывают случаи, что это действительно кондовый документ. В любом случае рекомендую посмотреть. Если этого нет, переходим к пункту 3. Третий пункт. Нам нужно будет вот тот баланс, который мы с вами грубо так рассмотрели, его нужно привести к агрегированному состоянию. Потому что нельзя по ряду причин тот баланс, который вот вам дадут, использовать для дальнейшего анализа. Он не совсем корректен. Вам нужно будет между разными строками, сейчас я не буду вдаваться в эти детали, если вам будет интересно поковыряться с финансовой отчетностью, вы вобьете в любом поисковике агрегированный баланс, и вы найдете алгоритм, как его привести к агрегированному. Это несложно. То есть нужно обязательно его к этой форме привести. Буквально 7 перестановок. После этого, после того, как вы его уже препарировали, можно продолжать наше движение вперед. Первое. Что мы дальше после этого смотрим? Так называемые больные статьи. Еще мы не начали никакого анализа, еще мы ничего абсолютно не начали делать. Но есть определенные два показателя, которые могут сказать, что у компании принципиально все нормально, или принципиально есть проблемы. Для вас не будет открытием Америки, если я скажу, что если мы видим в компании убытки, причем не за первый год, а так конкретно за несколько лет уже, и если мы видим, что кредиторская задолженность компании так уже серьезно просрочена, это объективно проблема в компании. Поэтому, если вы это видите, то, скажем так, в этой компании уже не все нормально, и если вы собираетесь туда входить, наверное, я бы вас от этого предостерегла. Второй тип больных статей, это нечто, что встречается чуть ли не через раз, а может быть даже в каждой компании, это просроченная дебиторка, это когда часть клиентов не платит вовремя. Ну, увольте, у меня у самой такое бывает, поэтому вытрясать эту дебиторку, это отдельное искусство. Но в целом, это не критично, и если у компании бывает просроченная дебиторка, это не здорово, но в принципе с этим жить можно, и это не повод совсем отказаться от приобретения этой компании. И только после того, как мы это все выявили, мы можем приступить к анализу нашей финансовой отчетности. Мы должны будем произвести с вами несколько вариантов анализа. Чуть позже сейчас об этом скажу. Что это за анализ? Очень просто. Вот вы видите перед собой бухгалтерский баланс. Сначала вы должны будете посмотреть его структуру, то есть, а что у нас внутри наших внеоборотных активов, то есть, там больше чего больше, нематериальных активов, больше основных средств, что там внутри. Что у нас в текущих активах? Что там внутри, чего больше, чего меньше? Все ли у нас, может быть, все в дебиторке, или все на расчетном счете? Что у нас внутри наших текущих активов? То же самое в отношении пассивов. Мы должны будем посмотреть, может быть, у нас все сплошные заемные средства, или наоборот, у нас сплошной собственный капитал. А если у нас заемные средства, то каких больше, долгосрочных или краткосрочных? Такой анализ у нас называется вертикальным, ну, по направлению. То есть, мы смотрим структуру. Второй вид анализа, который мы будем проводить, это горизонтальный анализ. То есть, мы будем брать баланс за несколько периодов, за несколько кварталов, за несколько лет, и смотреть, как изменяются показатели в динамике по отношению к самому нашему первому периоду. Растут или наоборот падают. Какова динамика? Какие-то показатели, если, например, кредиторская задолженность снижается, это хорошо в среднем. Если у нас дебиторка постоянно растет, это, наверное, не здорово. И таким образом, проведя горизонтальный анализ, мы сможем, и вертикально тоже, мы сможем сделать какие-то предварительные выводы о состоянии компании, буквально за минут 10. А потом мы сможем углубиться в расчет финансовых коэффициентов, о которых мы сейчас поговорим. То есть, коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности и рыночной стоимости. Но мы об этом сейчас будем говорить, поэтому можете пока не записывать. И, собственно, когда вы все это сделали, вы должны будете прийти к определенному выводу. В идеале, сейчас мы говорим об идеальной компании, у нее не должно быть никаких больных статей, у нее должен расти собственный капитал, а не расти постоянно заемный. У нее не должно быть каких-то резких изменений в балансе. У нее дебиторка должна примерно быть равной кредиторке, не должно быть каких-то сильных дисбалансов. И, 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 оборотные активы, то есть наши текущие активы, должны примерно, примерно быть равны текущим пассивам. Примерно. Потому что иначе, если вдруг все ваши кредиторы, которым вы должны на срок меньше, чем один год, вдруг все вместе скажут, давай плати, откуда вы будете платить? Конечно же, из текущих активов. Продавая материальные запасы, реализуя денежные средства с ваших расчетных счетов, продавая и реализуя ваши краткосрочные финансовые вложения. Поэтому это должно быть в равновесии. Но об этом мы сейчас поговорим.